Здравствуйте! В ближайшее воскресенье многие любители путешествий отметят свой профессиональный праздник – Всемирный день туризма. Но, вероятно, многие будут встречать этот день с разным настроением. Как мы знаем, из-за пандемии год, мягко говоря, выдался непростым. И, пожалуй, одна из самых пострадавших от пандемии отраслей – это отрасль туризма. Так вот, с каким настроением алтайские туроператоры встречают этот праздник? Мы сегодня побеседуем с Натальей Белоусовой, экспертом в области туризма, членом правления Алтайской региональной ассоциации туризма. Здравствуйте! Добрый день, Илья! Итак, если в целом без цифр, я так подозреваю, цифры еще подбиваются сейчас. Вот этот очень непростой горячий сезон летний, каким получился? Я помню настроение туроператоров в июне. У многих они были очень мрачные. Кто-то говорил, ну, если еще недельку посидим вот так, я просто закрываюсь. И все. И прощает туризм, потому что, ну, все рушится. А потом вдруг все открылось и заработало. Так вот, каким в итоге получился этот сезон? Илья, ну, мы день туризма встречаем с позитивом. Туризм – это такая отрасль, которая очень динамичная, активная, активно впитывающая все настроения, которые происходят, конечно, в стране, в мире. И, в принципе, сезон получился. Мы продолжаем активно работать, мы с надеждой смотрим в будущее. Сезон, конечно, был непростым. И, конечно, мы решали иногда, работники туроутерсли, такие задачи, которые, может быть, мы даже не предполагали, что нам придется их решать. Например? Ну, это, конечно, в какой-то момент мы даже рассуждали, как мы вообще можем работать и существовать, когда практически отсутствуют туристические потоки и закрыты все туристические направления. Конечно, мы даже не могли год назад об этом даже предположить и подумать, что такое может произойти. Но, тем не менее, мы работаем, мы активно планируем новые идеи. И сезон, он хотя бы в усеченном варианте, но он, можно сказать, состоялся. В целом, удалось компенсировать тот недостаток турпотока, какой вышел? Потому что по впечатлениям обывателей, как раз в середине лета огромные потоки туристов ринулись на Алтай. Мы, да, мы сразу оговоримся, имеем в виду и Алтайский край, и Республику Алтай, потому что в целом у нас туристическое пространство такое общее во многом. То есть компенсировали владельцы Басту, операторы, вот те голодные месяцы перед этим? Я считаю, что да, компенсировали, но с некоторой оговоркой. Почему с оговоркой? Мне кажется, этот год, да, действительно был необычный, отличается от предыдущих сезонов. И, как я уже сказала, работникам туротрасли очень часто приходилось решать какие-то задачи, отвечать на вызовы. Прираспределились рынки. Если, может быть, какие-то рынки не так активно вели себя в этом сезоне, ну, например, меньше поехало людей из нашего региона, допустим, да, там, из Сибири, может быть, не все смогли спланировать свое путешествие. Но при этом туристы из европейской части России, они были очень активными. И мы увидели рост тех рынков, которые до этого были, ну, так вот, в таком зачаточном состоянии. Небывалый скачок экскурсионного туризма. Конечно, люди, которые приезжают из дальних регионов, они приезжают что-то посмотреть и посмотреть по максимуму. Поэтому это был вот небывалый спрос на экскурсии, на экскурсионные туры. Это был спрос на такие услуги, как, например, вертолетные прогулки. Появилось такое понятие, оно активно развивается, как глэмпинг. До этого, может быть, спроса не было на эти направления. Поэтому, ну, я думаю, что удалось компенсировать, но, может быть, за счет тех рынков, которые мы не планировали и не предполагали. Глэмпинг, наверное, многие даже не знают, что это слово означает. Я, вот когда еще не открыли турсезон, слышал от ряда экспертов о том, что, возможно, глэмпинг как раз получит распространение в этом году, потому что он достаточно дешев по сравнению с базами. Для тех, кто не знает кратко, что такое глэмпинг, объясним. Ну, глэмпинг – это такой новый формат отдыха, когда в каких-то местах, в которых невозможно построить какой-то современный туркомплекс, размещаются достаточно комфортабельные, со всеми удобствами средства размещения. Это может быть даже в виде палатки, но это палатка со всеми удобствами. Это питание ресторанного уровня. То есть человек получает весь необходимый уровень комфорта, но при этом он находится в каких-то таких диких местах, в которые невозможно добраться. То есть заброска даже идет там на вертолетах и так далее. Конечно, глэмпинг бывает разный. Есть VIP-глэмпинг, да, и можно сказать, что там цена уж совсем не такая, как на туристических комплексах. Она достаточно тоже весомая для кошелька. Не каждый может себе позволить. А есть глэмпинг в более простом варианте. То есть, грубо говоря, палатка с центральным отоплением, с диваном, с телевизором и так далее. Выходишь из нее, у тебя тут обед из трех блюд на серебре. И можем сказать, что получилось распространение. И, возможно, глэмпинг – это то, что у нас в ближайшие годы будет получать распространение. Да, возможно, потому что тяга к открытию новых мест, она растет, и поэтому это направление будет активно развиваться. Вот о том, что, возможно, будет дальше, мы еще поговорим. Ну вот, какой вопрос. Очень много было разговоров до этого, предыдущие годы. Приезжайте на Алтай, 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 и в республику приезжайте, и в Алтайский край, мы вас ждем. И вот приехали, приехали, как уже сказано, и из европейской части очень много людей. И вот как себя показал Алтай, республика, наш край справился с тем, что так давно вымаливал, скажем так. Потому что претензии, вот я слышал тоже очень много от туристов. Дороги, обслуживание, ну, все то, о чем долго говорили, и прочее, прочее, прочее. Вот вы, как профессионал, как оцениваете, где показал себя со слабой стороны Алтай? Ну, я думаю, что в этом сезоне Алтай отработал на пределе своих возможностей. И, конечно, этот год стал своеобразной чертой. Мы как бы подвели итог, какого уровня мы достигли, насколько мы можем отвечать требованиям потребителей, насколько мы соответствуем уровню рынка. И здесь тоже очень сложно ответить однозначно, все ли получилось хорошо или все получилось плохо. Я бы оценивала это как толчок к дальнейшему развитию. Потому что, с одной стороны, да, мы увидели, что Алтай действительно притягивает. Алтай – это место притяжения. Очень много знаменитых людей побывало на Алтае, и они очень хорошие, положительные отзывы писали об этом. Но при этом у нас есть комфортабельные, высокого уровня средства размещения. Но весь сезон был их дефицит, значит, их недостаточно. У нас есть замечательные маршруты, их достаточно много. И мы, как Алтай, готовы удовлетворить вкус любого путешественника. У нас есть и оздоровительный туризм, и познавательный туризм, и гастрономический туризм у нас тоже есть. Но в то же время у нас не всегда хватает качественного транспорта. Экскурсионное обслуживание, поставленное на большой поток, не всегда привозит к положительным отзывам, потому что поток – это совершенно другое. И, соответственно, требуется большее количество экскурсоводов, обслуживающего персонала. И, может быть, делать это не таким большим потоком, когда действительно у нас были очереди на популярные экскурсионные объекты. Поэтому я думаю, что этот год, конечно, обнажил какие-то проблемы, и это будет толчком к дальнейшему развитию, то есть то, куда мы должны идти дальше. Вот в целом, допустим, экскурсоводы, обслуживающий персонал, если по пятибалльной шкале, насколько в целом в массе своей показали уровень? Ну, я думаю, те профессионалы, которые работали давно и качественно, они показали себя на пять баллов. То есть именно эти экскурсионные туры у нас получили высокую оценку. Но их было недостаточно, потому что поток и спрос вырос настолько, что приходилось привлекать, наверное, не столь профессиональных сотрудников, которые проводили экскурсии. И вот как раз те отзывы, которые не совсем положительные мы получили, то есть они как раз связаны, не совсем качественный персонал. Приходилось транспорт брать из соседних регионов для того, чтобы обслужить группы. То есть мы были не совсем готовы к такому росту потока. Машины на прокат у нас можно взять? Нет? Потому что за рубежом машина на прокат в европейской части, это вообще нормальная ситуация, ты приехал, куда-то берешь. Потому что я знаю, что многие приехали сюда, тоже, да я возьму машину. Оказалось, вот этого нет, так? Ну машины на прокат у нас есть, но все так же, в ограниченном количестве. То есть их не было в таком количестве. И не было таких марок, которые необходимы были некоторым гостям, которые приезжали из европейской части России. Например, хотели на Rolls-Royce ездить по Алтаю? Ну вот я знаю, на одном из туркомплексов был запрос на Porsche Cayenne. Его пришлось пригнать из Новосибирской области, потому что не было просто такого. Ну и с другой стороны, наверное, не всегда гости осознавали, что Алтай это немножко самобытное место. И не всегда взять машину на прокат это удобно. Потому что, ну, есть у нас какие-то особенности сельского колорита, там, животные и так далее, которые, может быть, было удобнее и комфортнее взять индивидуальную экскурсию, чем брать машину на прокат. Но поэтому... Этот сезон еще обнажил одну проблему – это низкая туристическая культура. Мы сейчас касаемся именно основного потока, скажем так, не VIP-потока, да, а массового потока. Потому что тропа на Акем к Белухе традиционно завалена мусором, но в этом году, говорят, просто невероятно много его. Более того, мусор, надписи на скалах вандальные обнаруживают там, где никогда и людей-то не видели. Вот так ли это, вот по вашим, соответственно, ощущениям? И если да, то что делать-то? Да. Завалят же совсем Алтай мусором и спишут, и уже никто туда не поедет, сюда, к нам через три года. Ну да, такая проблема в этом году, конечно, рост туристического потока, он привел и к росту проблем, в том числе и к проблемам мусора. Она действительно есть, и что здесь сделать? Это зависит от культуры самого человека, от воспитания. Мы не сможем гарантировать, что вдруг в один день прекрасный мы проснемся, и все люди начнут убирать за собой мусор. Поэтому, конечно, это нужно только работать, воспитывать, развивать, поощрять чем-то, создавать определенную культуру. Ну и, конечно, необходима и помощь со стороны государственных органов, потому что без каких-то форм контроля, без каких-то форм очистки это невозможно обеспечить такую чистоту. Очень радует, что само население активно включилось в эту проблему. Мы наблюдали много волонтерских движений, рейдов по очистке мусора. И это тоже очень здорово, эта тенденция этого сезона, что мы, жители, сплотились и сказали, что да, это наша родина, и мы хотим, чтобы она была чистой. Мы видим проблему, значит, мы обязательно найдем ее решение, я думаю. Возможно, это один из выходов, конечно, и если власти тоже к этому подключатся активно. Ну вот сложно предугадывать, каким будет следующий горячий сезон, но тем не менее, следующий горячий, то есть летний сезон. Давайте два варианта. Если не будет никаких, даст Бог, эпидемий, и все будет как встарь, сделали ли какие-то выводы, и что изменится в следующем году? А если вдруг, дай Бог, что-то случится, очередная эпидемия, тогда в этом случае как туроперосли быть? Какие-то планы в этой связи уже строите? Ну, я думаю, что этот год показал одно. Туризму нужно быть смелым, туризму нужно быть очень гибким и динамичным. В любом случае, мы всегда на службе у своих клиентов. Мы открываем им мир, и мы должны максимально комфортным сделать это открытие. Поэтому в этом году что показало? Что, конечно, в первую очередь необходимо работать над сервисом. Турист должен приехать на Алтай не из-за того, что в этом году просто закрыта Италия. Он должен приехать именно потому, что он выбрал Алтай местом своего отдыха. Поэтому, конечно, этот год, с одной стороны, показал, что Алтай может быть точкой такой притяжения. У нас есть не только природные какие-то достопримечательности, но мы можем предложить нечто иное, свою самобытность, кухню, оздоровительные какие-то методики, какие-то познавательные моменты, которые тоже пользуются спросом. Поэтому я думаю, что мы расправили крылья, и думаю, что переживем все привратности, трудности, которые могут возникнуть. И Алтай должен стать именно той точкой на карте, которая каждый человек должен сказать, я хочу сюда приехать. Хорошо. Что касается сервиса, вот вы видите сигналы от туроператоров, от владельцев баз, что да, мы готовы. Они отправляют своих сотрудников учиться, я не знаю, повышают уровень контроля, либо что-то. Вот это происходит? Сотрудниками, конечно, сложнее, потому что, да, у нас бизнес такой сезонный, поэтому не всегда это получается. Но, тем не менее, мы видим положительные тенденции. Мы, как оператор, сотрудничаем со многими базами, и мы видим то, что, во-первых, они и работают, иногда персонал действительно и отправляется на обучение, и берутся какие-то техники, методики на вооружение из зарубежного опыта. И они внедряются уже на наших базах. То есть есть там, например, концепции семейного отдыха появляются, концепция оздоровительного туризма. Это очень находит подтверждение о благодарных клиентах, которые вот каждый сезон у нас появляются. Поэтому тенденции мы видим. Конечно, сезонность бизнеса вносит свои коррективы, но я думаю, что тенденции дальше будут внедряться. Если на нас пандемия снова какая-нибудь свалится, теперь мы не можем это исключать из реальности, то что тогда? И откроется, скажем, сезон снова в июле. Вот как вы считаете? Ну, я считаю, что он уже не откроется с июля, потому что в любом случае очень много было мероприятий проведено совместно с Роспотребнадзором, и какие-то вот методы, методики, они были внедрены, да, то есть в плане безопасности, комфорта, уединения. Поэтому я думаю, что просто уже пойдет по сценарию, как бы вот пандемия, включается пандемия, да, и какие-то меры просто ограничения идут. Это размещение, дистанция и так далее. Поэтому я думаю, что мы уже готовы к таким вызовам. И спрос на внутренний туризм, он всегда будет, наверное, в какой-то мере. Мы надеемся, что те туристы, которые побывали на Алтае, не захотят сюда вернуться. Вот это, наверное, самое главное. Мы тоже надеемся, и надеемся встретить их на еще более высоком уровне, на принципиально более высоком уровне. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я поздравляю вас с наступающим праздником еще раз. У нас в гостях была Наталья Белоусова, эксперт в области туризма, член управления Алтайской региональной ассоциации туризма. Всего доброго.